Здравствуйте! После обработки пищевой содой своего виноградника, который был произведен 10 августа, прошло 10 дней. Сегодня я решил сделать профилактическую обработку своего виноградника перекисью водорода. 3% перекись водорода. В каждом пузырьке 100 грамм. 6,6, 12 пузырьков, 1200 миллилитров. Воды здесь я налил. 10 литров уровень воды. И теперь эти все пузырьки, перекись водорода, выливаю сюда. Закрываю крышкой. Хорошо перемешиваю. Берем на плечи этот ранец и пошел обрабатывать. И обрабатываю виноград с двух сторон листьев. Снизу и сверху. И таким способом обработаю весь виноградник. Теперь давайте перейдем к другому месту и посмотрим на тот виноградный куст, в котором у меня зажвелся оаидиум. Видимо, от соседнего винограда. Изабельный сорт винограда. От соседей пошел сюда я его, конечно, пустил на ветке. А вот здесь давайте мы глянем. Вот как выглядит болезнь оаидиума. Вот видим. Пятна. Надежда Азос. Это сорт винограда. Рядом побег не так заметно. Рядом вот Страшенский есть. На Страшенском это не наблюдается. Вот видим. Сорт винограда Страшенский. Вот я его пью. Но на нем этого не наблюдается. А рядом с ним граничит Надежда Азос. Откуда это взялась? Непонятно. Хоть обрабатывал тоже 10 дней назад все виноградные кусты. Так же самое пищевой содой. Вот видим, тут совсем все облеплено. Все пятнется. Посмотрим еще наблюдение. Через 2 дня еще продолжу видео. И потом все объединю. И посмотрю, будет вылечена эта болезнь грибковой оаидиума или нет. Мил, где вроде токсина не наблюдается. И так продолжаю дальше вести обработку винограда. После того, как завершил я обработку виноградника перекисью водорода от грибковой болезни оаидиума, прошло около 2 дней. Давайте посмотрим, как выглядит виноградная лоза. Есть изменения или нет. Вот поближе подходим и наблюдаем. Пятнистость увеличилась. Это признак этого, где грибок ранее был расположен. Его не было видно так. После обработки перекисью водорода этот грибок начал себя проявлять. И вот видим его проявление. Пришла ли окончательно гибли его или нет, это можно только узнать через неделю. Но признаки есть. Вот видим, здесь вообще черная лоза стала. Это признак того, что перекись водорода все же таки работает в этой пропорции, которая была сделана мною при обработке данного виноградного куста. Ниже опускаемся и смотрим, где не было проявлений оаидиума, теперь они после обработки образовались. Оаидиум дал о себе знать, что и в этом месте были споры его. Рядом находится виноград страшенский. Как видим, на нем ничего нет. Тоже обработка этого виноградного куста проводилась одновременно, как и рядом. Видим разницу. Рядом расположены две лозы, друг от друга сантиметр где-то 20-22, разных виноградных кустов. Право надежда азос, слева лоза виноградного куста страшенский. На лозе виноградного куста надежда азос аидиум дал о себе знать. А слева страшенский, он видимо устоял, болезнь его не коснулась. Выводы делать вам самим. Стоит ли обрабатывать виноградные кусты перекись водорода или нет. Надеюсь, что это видео будет полезным для тех, кто на разуме и не знает, в какой пропорции делать обработку винограда. И что будет после этого. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю здорового виноградника, богатых урожаю. До свидания.